привет дорогие друзья сегодня получил посылочку в которой будут электронные компоненты для батарейки давайте откроем и расскажу подробнее таких батареек компонентов между прочим еще на момент распаковки батарейки сам еще не получил хотя батарейки заказывались раньше компоненты пришлю быстрее так и вот вот у нас платы для зарядки батарей тип микро и usb стандартный под кабель для телефона патруль должен быть всякими защитами мы это проверим сперва проверим на роботоспособность а когда придут батарейки проведем тест с батарейками и еще заказывал модули для батареи точнее кейсы и штук должно быть 5 давайте смотреть конечно поклоны не очень просто засунув пакеты все так внутри у нас пустом откладываем так у нас опять что в эти проверю все кабеля были целы так все целое 3 целый 4 целый так это есть целый кейсом претензий нет все отлично работает как надо так теперь теперь интересно проверить эту платку рабочая ли она чтобы проверить нам будет достаточно подпадать на нее питание для это возьмем микро usb кабель микро usb ставлю его компьютер или пор компьютера и мы знаем что будет напряжение эти один вольт примерно и и ставим слот так у нас что-то загорелось и второй индикатор мигает почему мигает пока не знаю так эта платка лежит сам сфокусирую так а теперь просто-напросто возьму мультиметр и замерю как какое-то напряжение на контактах которым должна будет припаиваться пациент тот кейс который видели раньше так обратите внимание тут еще дополнительные контакты для входа для подачи питания от чего угодно и контакты на выходе плюс-минус почему его два пока не знаю проверю крайне можете видеть 4 13 вольт выдает крайне ниже то же самое 4 13 это маловато для зарядки батареи мало должно быть 4 4 2 вольта так ладно проверяем вторую плату вторая плата также горит замеряем напряжение здесь 4 0 9 еще интереснее проверяем 3 замеряем напряжение на выходе 4 1 вольта так проверяем четвертую плату здесь 4 0 7 так вот такое ощущение что батарейки может не дать заряжать данная платка так и последний последний 4 0 7 как она появится с батарейками там посмотреть а на этом я пока устанавливаю запись подожду к батарейке и запишу уже с ними сейчас хочу попробовать подсоединить подсоединить для зарядки подсоединить для зарядки так далее подсоединить для зарядки подсоединить для зарядки подсоединить для зарядки все таки все таки все таки не хватает ник какого-нибудь измерительного элемента проводить будет лететь зарядка почему бы не воспользоваться тем же мультиметром перевести режим тока выставим здесь режим 10 ампер и попробуем подключить так одну клемму соединяем так с минусом покажем буду не на пайке так это делать здесь щупиком прикладываем плюсу так как можете видеть мультиметром показывает 0,95 ампера зарядка и индикатор на микросхеме изменил цвет на красный начать идет зарядка данной батарейки работает также теперь хочу проверить все эти зарядные модули работоспособность по тому же принципу так работает следующий кейс теперь можно без тестера посмотреть будет ли он заряжаться очень важно соблюдать полярность при работе с литием литиевыми батарейками работает четвертая схема работает и наконец последняя схема работает и так друзья время зарядить батарейку собрал я схемку приправил кейс к нашему зарядному модулю подключил через тестер и в таком режиме буду проводить измерения батарея еще не полностью разряжена это будет ее первая зарядка хочу узнать до какого напряжения данный зарядный модуль сможет зарядить эту батарейку и сейчас вам покажу какой будет проходить ток через тестер вставляю батарейку вставляю батарейку так вот пошла зарядка на тестер на тестере видно что 4 и 8 вольта и 1 ампер протекает теперь можем замерить какое напряжение на выходе данная схема возьмем опять же тестер обычный и померяем что здесь на выходе у нас в данный момент на выходе 3 и 8 вольта на входе на схемке 4 и 7 вольта с чем связано на такое подденье напряжения пока не знаю наверно все таки из-за тестера это будет его перезарядка потом попробую поиграться без тестер думаю будет напряжение лучше так или иначе пусть заряжается после зарядки посмотрим что будет в итоге и сейчас мы засечем время до которой оно заряжается сейчас у меня 13.44 следующее включение будет после зарядки и вот друзья зарядка завершилась прошло уже довольно много времени можете смотреть сколько мы начали сейчас сколько закончили на больше 3 часов заряжалась через данный тестер у нас прошло 2460 мАч сколько залилось батарейку понятно что меньше батарейка была не полностью разряжена теперь самое интересное это замеры напряжения на батарейке и еще один хочу момент перед этим сказать о плате при зарядке плата довольно сильно нагревалась когда проходил ток в 1 ампер поэтому я бы рекомендовал заряжать через эту плату допустим через USB порт компьютера либо через слабенькую зарядку иначе плата очень сильно греется потому что ампер для нее многовато из-за своих габаритов а вот пол ампера проходит нормально без нагрева поэтому соблюдайте осторожность теперь это все мы убираем и достанем нашу батарейку из кейса она выходит лазить довольно сложно чтобы вытащить я пример использую монету аккуратно поддеть и вытащить и все возьмем мультиметр и посмотрим до какого напряжения зарядилась батарейка так смотрим на тестер 4,16 вольта увы по идее должно было быть 4,2 немножко она не дозарядилась данной оплаткой ну не на 100% ну на 19% она точно должна зарядиться вот такие вот дела с ней кто не хочет покупать нормальную зарядку для таких батареи такая маленькая платка с кейстиком будет в самый раз но все таки у кого батареек много я бы рекомендовал брать нормальную зарядку все таки и заряжать быстрее и заряжать лучше подведем итоги плата за свою цену вообще хорошая покупка заряжает довольно долговато но заряжает пользоваться можно поэтому заряжайте малым током батарейку батарейка дольше проживет и плата не испортится ссылка на аксессуары для зарядки будет в описании под видео также будет ссылка на данные аккумулятора спасибо за просмотр и до следующих видео пока пока